Первая экспозиция называется «Назал природы и древней истории». И здесь как раз идет речь о формировании рельефа Южного Урала, о древней истории, о периоде мамонтов, о минералогическом составе наших горных пород. И как раз такая основа основ представлена здесь, и немножко археологиками. Это формирование рельефа Южного Урала. Ну, такое больше, конечно, для узких специалистов, но тем не менее все знают, что Южный Урал – это родина озер, большое количество озер у нас в области. И это как раз таки связано с формированием рельефа Южного Урала и древним пород. И так как изначально был Мировой океан, затем у нас кругом основывались, появлялись так называемые ложбинки. По большому счету все озера приосоленные, затем в течение времени они опросневели, вода опросневела. Ну, и теперь такая с воздуха особенно, очень красивая картинка. И также здесь представлены фрагменты окаменелостей. Это животные. Вот один мой любимчик отпечаток примитивной рыбы. Прям видно даже чешуйки, видно вот прям пловенышки. Очень здорово отпечатывалось тут. Привет из древности. Это различные растения окаменелые. Это следы раковин, от окаменелой раковины, отпечатки листьев на породах. То есть то, что рассказывает нам о самых ранних временах, когда еще человек не пидел. Да, красная земля. Следующий растение. Это как раз заселение Урала человека. Здесь представлено большое количество палеонтологических коллекций. Это и бивни мамонта, и челюсти, и бедренная кость, зубы мамонта. Очень нравится, кстати, дети. Дети говорят, что они похожи на ботинок. За счет вот такой рельефной такой поверхности. И почему-то все очень боятся нашего пещерного медведя. У него такой угрожающий вид. Он большой и страшный. Но все мы знаем, что пещерная медведь была бы явно. Хотя присутствуют клыки. А клыки, они... Вот мы как раз на клыках показываем, что они не острые. У них такие площадочки. То есть эти клыки позволяют как раз растительную пищу хорошо перемалывать. То есть вот он такой жуткий вроде бы. Ну, абсолютно безыдный. Ну, конечно, он мог защитить. Он бы, да, не отказался бы и попробовать какой-нибудь в трупе, какого-нибудь животного. Да, да, да. Также у нас представлены черепа туров, первобытных бизонов и гигантских пещеров. Ну, и, конечно, в этой витрине также представлены первые орудия труботворения. Мы обратили внимание, что это сделает палеонидантальный, они такие большие, еще много сделанные. И со временем очень интересно наблюдать, как человек развивался, и вместе с ним развивались его орудия труда. И вот как раз следующее, что мы можем как-то отработать, уже постепенно все орудия труда становятся более изящными. Вот эта ретушь опроботка, она становится детальной. Несмотря на то, что они, да, еще такие кряменькие, примитивные, но тем не менее человек уже научился делать кинжал. Он понял, что если отложить сквозь вот эти вот складыши каменные, нужно выделывать шкуру, делать скрипки. То есть постепенно они улучшаются, качественно улучшаются, вместе с этим уже и человек. И уже в более позднюю эпоху, эпоху и миолита, мы можем видеть наконечники стрел, определенную уже форму. Уже меньше вот этих больших каких-то неотесанных колдней, да, они в качестве топоров присутствуют, конечно. Но уже появляются орудия охоты. Возможно, какой-то защитный. Но совершенствуется и осваивает. И также приставлены керамические изделия. Керамика вообще одна из моих любимых, наверное, дел, потому что когда человек создавал сосуд, он уподоблялся как творцу, да, то есть он создавал что-то новое, создавал даровая ему жизнь. И в керамике, вот в этих горшках, по сути, описывал то, что его окружает. То есть это какой-то ландшафт, какие-то сцены, вот это вот здесь мы можем видеть какие-то животные куда-то бегут. То есть такие достаточно интересные вещи. Ну и древний человек был очень практичный. Если сосуд разрушался и в ни в коем случае не выкидывали, его чинили. Использовали бронзовые скрепки, использовали какие-то заплаточки. Если уже совсем ничего не делалось, делали, то из осколков делали штаммы, например, чтобы орнаментировать последующую керамику. Либо делали грузила, пряслица. То есть абсолютно каждая вещь, она продолжала жить. Ее использовали в керамике, в общем, целую слою. Ну и здесь, конечно, вставлены бусы из костей птицы. Также делали из костей рыб различные бусы. Ну, в качестве таких интересных покрощений. Ну и станок, кстати, тоже покрощений. У нас есть погребение Урановской пещеры. Как раз погребение каменного века. И здесь есть инвентаря, который человек с собой кронит. Представлены как раз вот такие интересные подвески. Каменные, очень аккуратные, очень изящно сделанные. Ну и одним из особенностей является то, что вокруг головы выкладывали охрану. Такой вот красной субстанцией. И очень показательный до этого периода. Да. Также если говорить о животном мире, коль у нас сегодня такой замечательный день, линдикой природы, день рождения, приюта. Да, да. Все-таки музей, конечно, направлен на то, чтобы природу берегли, чтобы люди в этой природе не выращивались. Все с вашим чередом. Очень многие задают вопросы, как изготавливаются кучела, как попадают животные, как сетермисты, специалисты, которые они делают. Разумеется, никто их не оспеливает, они убивают. Сетермисты, они попадают уже погибшими. И по большому счету, наш специалист, он дает им вторую жизнь. Позволяет исследовать животное. Именно с точки зрения формы, крыльев, и так далее. И у нас еще встречаются и краснокнижные животные, и птицы. Да, пускай проходит, конечно. У нас очень много, это минералогическая коллекция. Южный Урал не зря называют русской Бразилией. Русская Бразилия? Да. Большое количество Муралов встречается, и поистине Южный Урал это сокровищница. Есть бытует такое мнение, что Южный Урал это кладезь малахитов, что у нас их так много, что они буквально под ногами валяются. Но, к сожалению, это не так, потому что большое количество Малахитов было выработано в свое время, и встречается они сейчас уже очень редко. И даже в нашей экспозиции в большинстве Малахиты представлены из-за Ира. Потому что там как раз-то. Там, в Малахите. А правда, что вот это стекло поднималось, открывалось? Да, поднималось. Ну, ты прав, да? В один из дней, да, крышка приподнялась, и посетители нашего музея были удивлены, шокировано много мистических. Ну, это космос, кто-то, может, и вышел оттуда, друзья. Будем надеяться, что это друзья. Наш интервей специализируется на создании, когда стоят, чучел из птиц. Он, на самом деле, очень талантливый. Он работает здесь, в музее? Он работает в музее, и он всегда к каждому чучелу подходит очень творчески, очень индивидуально. То есть, у нас нет двух абсолютно похожих мистер, они все в какой-то позе, причем абсолютно естественные для той или иной птицы. Он делает иногда даже композиции с дотальными сражениями, когда птицы шли, нападают. Еще один из брендов в Челябинской области – это Аркаим. Нас представлены как раз артефакты, рассказывающие не только об Аркаиме, но и, в принципе, о укрепленных поселениях Итухи Бронзы на Южном Урале, так называемая страна городов. Это поселения аркаинского типа. Они, конечно, отличались по форме, какие-то были укрепленные, какие-то были не укрепленные, но кульпура, по сути, это одна. И здесь мы видим артефакты, которые рассказаны об этом периоде. Это очень тонкая, очень изящная керамика. Это вообще как бы, как бы, как бы бронза называют еще, как бы поле металла, она получается тем, что в качестве орудий труда стали использовать именно бронзовые стены. Вообще, также Южный Урал считается родиной металлургии, и именно у нас на Южном Урале, так сказать, человек научился плавить руду. Это азуриты, марухиты, их переплавляли в руды и научились добивать бронзу. Уже из бронзы отливать необходимые изделия, которые, опять-таки, качественно улучшали жизнь. Тоже вижу. Крючки рыболовные. Рыболовные крючки. Также некоторые вот большие крюки, например, они могли использоваться для варки мяса. То есть, когда что-то варили, тостовали, там, управляли. Ножи, пробойники, иглы, кстати, для татуировок. Это же иглы для татуировок, друзья. Бронзовый век. Из мостей очень изящные изделия делали, вы просто бронзовый. Мы вот сегодня, что вы представили, что здесь, в принципе, происходит в отливательном обряде. И о колесницах. Существует предположение о том, что колесница впервые повторяется именно на Южном Урале. Так как в археологическом памятнике находится большое количество частей языков и утрижей. Например, вот эти цалии, так называемые, они сделаны из хвости. Это предметы полского утрижа на щечках, которые были. Очень изящные, очень редкие артефакты. И вот на Южном Урале они у нас достаточно часто в памятниках встречаются. Наконечники стрел очень красивые, клевные появляются. И даже каменные ваконечники стрел, они явно отличаются от тех, что мы видели в первых витринах. Они очень тонкие, очень изящные. Ну и также золото в небольшом количестве, но тем не менее использовали в основном для погребальных обрядов, чтобы подчеркнуть положение человека, статус свой высокий. И очень интересно, что вот эти все предметы, которые именно золотые встречаются в Большинской Советской районе, выполнены в технике амальгамирования. То есть это только фольга золотая сверху, само изделие делалось из бронзы. И чтобы сохранить его надолго, его выращивали именно в золото, потому что золото же оно не окисляется, не отрешается. И мы можем видеть, что бронзовые изделия со временем стали зеленые, да, у них появляется патина, а золотые, несмотря на то, что более 5 тысяч лет. Прямо с данным приквознение. 5 тысяч лет. Представьте, что вы видите сейчас. И также у нас представлены такие антропоморфные реконструкции. Так выглядели жители Большинской долины, скажем так. Люди, которые проживали там, это индоевропейцы. Вот так они выглядели. Конечно, создание такой модели, это творческие зачастую, какие-то вещи добавляются. Но тем не менее мы можем понимать, как будут строить образ. Представлять образ, да, как они выглядели. То есть мы прекрасно видим, что у них такие не мандалоиды. Чертые лица. Нет деформации черепов, как, например, это были лугуны с этим же самым. То есть летние мы можем иметь. Очень большая коллекция, конечно, экономологически. Листоеды, боже, коровки. Смотрите, как их много. Скоро они все проснутся и полетят. Ну и, конечно, животные. Здесь представлены несколько лучших луков, лесные, зеленолеси, стеклые. Некоторых животных мы можем видеть буквально на мяансе. Кто живет даже в нашем приюте, очень часто попадает. Вот, посмотрите, рысь, друзья. На которых, к сожалению, сегодня есть разрешена охота. Вот, всеобразные хищные птицы. Вот, как наш филимошка. Вот дятел такой. Вот это енотовидная собака. Друзья, их очень много. Это летяги. Очень красивый Блухарь. Блухарь вообще у нас один из старейших экспонатов. Он сделан в 30-е годы. Да, чуть-чуть 30 лет. Так вот. Вот это все живет у нас на Ивале. Посмотрите, какие красотырки. И сейчас здесь, ребята, будет происходить урок. Урок. А вокруг меня заяц. Все степневизированные. Да, вот они. Вот таких размеров. Волк на Урале, да, огромный какой-то волк. Вот такие кабаны. Вон, Савань Ясить. Вот это у нас. Орлан-белохвост. Очень много у нас на озерах. Так что все у нас есть. Это мы проходили. На арке. Да, да. Вот этих очень часто, к сожалению, попадают. Ивлга. 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 Скворцы, ивлги. Стрижи. Так, сизоворон. Вспыск. Вспыск. Все студенты обычно называют Байбока своим тотемным животным, потому что он ест и спит. Они говорят, что они хотят так же. Спасибо. Спасибо.